Добрый день! Добрый день! Как дела? Добрый день! А что голос такой? Какой? Ты должен отвечать несколько раз разными голосами сейчас. Ладно, добрый день еще раз. Сегодня такая тема, я его уже какое-то время назад написал и недавно что-то забыл про нее и недавно на нее нарвался сам у себя в записях и так что-то меня она самого обудрила, вдохновила, поэтому я решил ее сегодня вам проповедовать. Тема такая насущная об исцелении. Можно ее так назвать, как исцелять, как вопрос. Как исцелять? Многие христиане, они как бы, да, знаю вот этот принцип, да, что Иисус исцелял, ученики исцеляли, апостолы исцеляли. В принципе нам в Библии сказано, что, да, возлагайте руки на больных, да, и будут исцеляться, машьте маслом, будут исцеляться. Ну, и я здесь не только про исцеление, да, хочу сказать, а вообще про как бы вот движение Бога в освобождении силы Божьей, да, именно вот про это я хочу сказать. Давайте, и вот я увидел несколько принципов, которые работают, и как это работает, потому что тут не все так просто. Откроем деяние, третья глава. Это первый случай, когда ученики без Иисуса Христа, когда Он уже вознесся, да, мы знаем, что у них был опыт исцеления, изгнания бесов, когда Иисус их посылал. Мы сегодняшние проповеди тоже это прочитаем, когда Иисус посылал их подвое поселением, в которое намеревался сам прийти, знаешь, да, Алексей, ну, что Иисус однажды посылал учеников подвое проповедовать и исцелять. Они пришли и говорят, о, бесы нам повинуются, и действительно они исцеляли, работало что-то, да. И вот здесь первый случай, когда ученики Иисуса исцеляют уже без Него, когда Иисус умер, воскрес, вознесся, Дух Святой на них сошел, они уже стали жить как церковь и еще пока ничего не было. И вот первый зафиксированный случай. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9-й. И был человек хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыню уходящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостынь. Петр с Иоанном, смотревшись с него, сказали, взгляни на нас. И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал, серебра и золота нет у меня, а что я имею, говорит, удаю тебе во имя Иисуса Христа на заре, встань и ходи. И взял его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колени. И вскочив встал, и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя, искача и хваля Бога. Аминь. То есть вот такое исцеление происходит. Двое учеников идут в храм, они не думают о том, что им надо кого-то исцелить, да, они просто идут в храм, и вот у них попрошайка, который сидел хромой, начинает просить милостыню. И что-то происходит с учениками, вот на Петра вдруг снисходит это откровение, что нужно его исцелять. И он это делает. И делает это определенным как бы образом, с определенными словами, да. Я сейчас не буду полностью всю эту историю разбирать, потому что там, ну, можно много разных моментов найти. У меня больше, вот, то, о чем я хочу говорить, это слова Петра, которые он сказал, серебра и золото у меня нет, а что имею, то даю тебе во имя Иисуса Христа, встань и ходи. И взял его за руку и потянул на себя, написано, да, и, ну, да, направо и поднял, да. То есть, что это значит, взял за руку и поднял, да. Это вот потянул, начал его поднимать, все, вставать. И укрепились, написано, его колени и чудо произошло, человек исцелился. И, ну, первое, и вообще, вот, в принципе, то, вокруг чего я сегодня буду проповедовать, это вокруг вот этих слов Петра, когда он говорит, серебра и золото у меня нет. Ну, что имею, то даю тебе во имя Иисуса Христа, встань и ходи. И сделал то, что сделал. То есть, то, что я хочу сказать, что когда мы начнем исцелять, когда наши молитвы станут эффективными по отношению к людям, да, когда христианство, оно перестанет играть в Христа, да, играть в христиан таких, да, но по-настоящему начнут происходить многие вещи. Я знаю, на самом деле, что происходит. Часто в той или иной церкви молятся за какого-то человека, но все происходит так вот, часто неосознанно больше. То есть, мы не понимаем, из-за чего произошло, что произошло, почему Бог вот здесь исцелил, а почему Бог вот здесь не исцелил. Правильно или нет? То есть, с другими словами, мы как будто бы вот из автомата по воробьям стреляем. Правильно? Со своими молитвами, за кого молиться, а за кого не молиться. Правильно или нет? Есть такое или нет? То есть, мы как будто бы не понимаем, ну, вот этого принципа, вот, по какому Богу двигается, по какому. Мы видим, что Иисус Христос, Он вот как раз собой являл, вот этот вот пример понимания, ясного понимания. У него все, за кого он молился, они все исцелились. Все, за кого он как бы даже воскрешал, они все воскресли. То есть, но он не ходил. В больнице, где было куча там, мы знаем, что в Вефезде, где было куча больных, он исцелил одного человека. Знаем, да, мы эту историю? Точно так же он, да, не ходил, ну, тогда моргов, наверное, не было, но можно было найти кучу мертвецов, да, и воскрешать их. И мы же как христиане, мы не идем в морги, да, и не возлагаем руки на умерших людей. Тогда как нам понять, за что молиться, в какой ситуации молиться, в какой ситуации не молиться, и вообще по какому принципу это все работает. И вот об этом я хотел поразмышлять в сегодняшней проповеди. И первое то, что вот я говорю, это Петр сказал, что нет у нас серебра и золота, а что имеем, то даем тебе воину Иисуса Христа. То есть вот этот человек, он хотел получить от них, в принципе, не исцеление. Этот человек хотел получить от них денег, правильно? Он с какой-то там своей нуждой, все, у него уже жизнь сложилась, ему нужно было денег. И вот то, что совершило это чудо, по идее, в жизни этого человека, это отсутствие денег у Петра и Иоанна. Понимаем, да или нет? Потому что он говорит, нет у нас серебра и золота. И это было очень хорошо в этой ситуации. Потому что если бы у Петра было серебро и золото, он бы, наверное, мог просто подать ему как нищему и уйти дальше. Но именно вот эта ситуация, что у Петра нету в этот момент, не было серебра и золота, они были пустые. Именно этот принцип сработал, чтобы исцелить этого человека. Аминь или нет? Поразмышляйте над этим. Потому что на самом деле то, что я понимаю, что исцеляет, что высвобождает, я бы так сказал, силу Божью на землю, сюда, да, через христиан, это любовь. Любовь, сострадание к ближнему, к той ситуации, в которой находится человек. Вот эта вот действительно проникнутость нашей ситуации человека, она высвобождает силу Божью. И так получается, что если у нас нету ресурсов наших физических, материальных, которые мы обладаем на этой земле для того, чтобы восполнить эту нужду, но у нас по-прежнему есть сострадание, есть любовь к этому человеку, есть желание помочь, да, сильное желание, настоящее, то есть такое желание, что если бы у меня было, я бы обязательно дал, понимаете, вот такое желание, да, не как в Яралаше, да, если бы у меня был апельсин, то я бы с тобой поделился, да, если кто-то помнит там этот Яралаш, да, но вот это вот настоящее желание действительно отдать, отдать, возместить вот эту вот нужду, потому что если нету этого, да, получается игра. Мне однажды один человек, который, ну для меня очень близкий человек, я просто не буду говорить кто это, да, он мне однажды сказал, что я хочу исцелять людей, я вот хочу иметь этот дар исцелять людей, а я ему говорю, ну ты знаешь, у тебя денег очень много, и реально там у этого человека, у него достаточно денег, у него очень хорошая зарплата, хорошее такое, ну, материальное положение, и есть возможность эти деньги тратить на разные вещи, что в принципе и происходит, на разные вещи деньги тратятся, я говорю, ты понимаешь, что вот ты исцелять хочешь, а то, что у тебя есть, ты давать не хочешь, есть столько много нужды, как бы вокруг тебя, и ты мог бы эту нужду покрыть тем, что у тебя есть, но ты вместо этого желаешь получить вот этот вот, ну как бы дар исцелять, сам не понимая, о чем вообще ты говоришь, что это такое вообще исцелять, что это такое вообще воскрешать людей, да, отдавать что-то людям, потому что по-настоящему исцеление, воскрешение или что-то, высвобождение силы Божьей, это в принципе трата себя, растрата себя. Про Иисуса Христа написано, он был богат, но обнищал ради нас, он принес как бы всего себя для того, чтобы вот он себя раздавал, и вот в этом и есть как бы смысл христианской жизни, раздавать себя, то, что есть у тебя. Просто духовные, мы просто отделили духовные вещи от материальных, и нам кажется, что духовные это вот, ну легко их раздавать, да, они же Божьи, мы тут просто вот взяли, получили, отдали, получили, отдали. А вот эти вот материальные, которые они тут есть, это наши, и мы уже тут вот как бы решаем. Но если ты не имеешь желания раздавать твое, то, что принадлежит тебе, то, что как бы для тебя на самом деле, но встречая нужду какую-то, да, ну прям, ну реально, я говорю про реальную нужду, мы еще дальше доберемся до этого, потому что есть такой вопрос, ну блин, ну если я сейчас все раздам, то у меня вообще ничего не останется, и даже, ну какой смысл? Потому что нужды ее, по сути, на самом деле намного больше, чем есть у меня. Правильно или нет? Нужды на самом деле намного больше, чем есть у меня. И это, кстати, мы тоже видим в жизни Иисуса. Почему он не исцелял и не воскрешал вообще всех-всех-всех подряд, но были какие-то выборочные такие случаи, или те люди, которые прям вот приходили и говорили, дай, 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 да. И он много раз исцелял, потому что видел веру, да. Вера заставляла Иисуса вот делать для людей то, что он делал, да. Когда вот он видел эту веру, да, когда слепые там начинали кричать, да, но они начинали просто кричать, он не реагировал. Но когда они продолжали кричать, вот это вот продолжение кричать и никого не слушать и не замолкать, это уже высвобождение веры. Сначала это крик, переходящий в то, что это уже вера, Иисус говорит, все, вот тут уже не могу не реагировать. Понимаете или нет? Или женщина, которая прикоснулась к Иисусу там в толпе, да. Но опять же я прочел про то, что исцелять и высвобождать силу Божию – это растрата, растрата себя, расточение себя. Потому что смотрите, как Иисус об этом говорит. Сила вышла, говорит, из меня. Кто прикоснулся ко мне? Он говорит, да тебя много касаются здесь. Не, не, не. Кто-то меня коснулся, потому что из меня вышла сила. А как ощутить, вот просто реально, как вышла сила? Ух, что-то мне плохо стало, что-то я ослаб, да. Ну, понимаете, то есть он почувствовал вдруг вот это вот какое-то сверхъестественное и силы стало меньше, да, он как бы, да, ну это моя интерпретация. Но это растрата. То есть он почувствовал, сила вышла, он ослабел, он ослаб вдруг. И он через это понимает, он знает духовный закон, он знает духовные принципы, что он пришел просто с верой и забрал у него. Понимаете, это исцеление из него. И женщина получила свое исцеление. О чем я, да? О том, что, что такое исцеление, воскрешение, высвобождение Божьей силы. Это растрата себя, растрата своей любви, своего внимания, своего сострадания, да. Ну, мы сейчас говорим, как бы, про духовные вещи. И когда Бог может действовать? Когда, вот, твои ресурсы закончились. То есть, когда включается сверхъестественное? Когда заканчивается естественное. Понимаете или нет? Я, ты понимаешь? Вот, когда естественное наше заканчивается, когда то естественное, что мы можем отдать, послужить, передать. Вот, действительно, если мы в этом искренне, на самом деле, просто как христиане, мы проникнуты нуждой. И мы искренне, мы участвуем. И Бог видит наше участие. Бог видит, что мы готовы. Тогда и Он готов. Понимаете? Тогда и Он готов. Он подключается в это. А если мы этого как бы не понимаем, получается, что мы как лицемеры. Мы имеем что-то свое. Но, Бог, давай исцели. Чтобы еще и славу получить за исцеление, которое... И тогда поэтому не работает. Много раз не работает. Я, вот, мы участвуем. Я однажды, вот, было. Есть практика. У нас произошло исцеление однажды здесь в центре. Помнишь, да? Мишка Суфы, да? И я сделал несколько выводов. Были разные выводы из того, почему это сработало. Как это сработало. И я думаю, что там часть из них правильные. Что сначала мы сокрушили твердыни. Потом мы молились за исцеление. Но теперь вот в этой тоже ситуации я понимаю, что тоже, почему это исцеление произошло. Потому что мы испробовали все способы на тот момент, которые зависели от нас. Я помню, что мы жили тогда в подвале. Мы там были не зарегистрированы. Мы не могли у нас там ни адрес, ничего. Мы не могли туда даже скорую вызвать. Потому что там адреса, как бы, не было. Это был риск. Пройдет санэпидемстанция. Скажут, как вы тут живете. У вас не санитарные условия. И так далее. И мы, как бы, вот. Я помню. А он лежал. У него уже два дня была температура 40-41. Имея там все эти болячки, которые есть у людей, да, то есть, ну, серьезные, с иммунитетом связанные. И действительно был страх. Не проходит. Два или три дня температура вообще не опускалась. То есть, он вроде как здоровый такой, терпит. Но... А недавно мне там случаи сказали, вот там девчонка умерла. Причем нормальная, здоровая девчонка. Просто воспаление что-то. Температура. Температура в больницу. Воспаление легких. Потом вроде отпустили. Потом резко температура умерла. И мне страшно, на самом деле. Вот. Ну, что делать-то в этой ситуации? И помню. Мне пришлось. И я принимаю решение. Все. Мы вызываем скорую. Не важно, что нам это будет стоить. Там. Но мы уже здесь не можем не вызывать скорую. Все. Мы там. Ну, единственное, что сделали там. Пантомиму определенную. Забрикатировали выходы. Сделали так, как будто здесь один зал и кухня. И просто типа офис и что-то. Вызвали скорую. Стали ждать скорую. Час нету скорой. Два нету скорой. Звонили. Ну, там были определенные обстоятельства. Говорю, у нас не было адреса. Поэтому мы говорили, здесь офис. Здесь адрес. Ну, как бы. Они нам там вот. Ну, квартира ваша, фамилия. Вроде все называем. Ну, короче. Скорая нашла повод, видимо, чтобы не приехать. И не приехала. И все. И тогда вот я говорю, ну, что делать? Что делать? И вот эта вот температура. И вот это вот, ну, вот это мое желание как-то помочь. Вот эта безвыходность. Вот это вот тоже, ну, страшно, что человек может умереть практически. Что делать? Ну, и у меня один голос внутри. Молиться надо. А как молиться? Бог. Настойчиво молиться. У меня есть такая, ну, как бы вот, как в Библии написано. Настойчиво молиться. И все. И мы берем вдвоем с человеком. Как еще молиться? Маслом мазать молиться. Берем масло. Начинаем его мазать. Начинаем прощать грехи во имя Иисуса Христа. Начинаем эту молитву делать сумасшедшую. Где там он лежит. Мы ему там встань, ходи. И мы ходим по комнате. Поем на гитаре. Провозглашаем. Час, наверное, молились. И потом я ему даю градусник. Давай меряй. И температура стала поменьше. Что-то 38 стало. Ну, мы немножко ободрились. Наверное, процесс пошел. Потом вечером опять было тоже не очень. И я уже уехал домой. И мне приходит мысль, надо еще молиться. Я уже хотел даже поехать. Позвонил ребятам. Я говорю, помолитесь за него еще раз. И ребята помолились за него еще раз. И мне приходит смс. Встал, ободрился, поел. Все хорошо. На следующий день я прихожу туда. И говорю, как? Давай градусник мерить. Он мерит 36,6. Я в шоке был. Я знаю, что даже препараты так не действуют. Понимаете? Я думал, ну может быть вот что-то там. Потому что он до этого жрал какие-то там тоже препараты. Может начали действовать у меня так мысли. Но я ему по несколько раз в день. И на следующий, и на следующий день. И там 36,6, 36,8. Все. Мы как бы... Произошло исцеление. Я сам не был готов к этому. Но... Вот я говорю, какие выводы я из этого сделал. Почему произошло исцеление частично? Потому что не было никаких других уже вариантов помочь вот в этой ситуации у нас. И мы как от себя использовали все варианты, которые мы должны использовать. То есть я не пошел к Богу просить его до того, как попробовал вызвать скорую для этого человека. То, что для меня было как бы ну... Ну как по моему мышлению я должен сделать все, что я могу сделать. Да? Если есть врачи, которые должны сделать. Поэтому и женщина, которая прикоснулась к Иисусу и получила от Него свое исцеление написано. Она все свои деньги растратила на врачей. Но ей стало только хуже. И после этого она положила в свое сердце вот прикоснусь к Нему и получила. И получила. Понимаете? Тогда вот ну... Слушайте вот то, что сказано нам между строк часто. То, что сказано вот в этих ситуациях. Для того, чтобы действительно понять, как это работает. Потому что, как я уже вот вам сказал про этого человека, который говорит, я хотел бы исцелять людей. Я говорю, ну у тебя есть куча денег. И ты не хочешь ими служить, нищим там людям, нуждающимся в нуждах. Даже ну в каких-то разумных. Я не говорю, все раздать. Я говорю, ну вот даже вот в тех ситуациях, чтобы вот ну... Это дар. Правильно? То, что у тебя есть это дар. Ты имеешь это. Ты можешь это использовать для славы Бога в Царство Божье. Но ты этого не хочешь. Вместо этого ты хочешь исцелять людей. Как Бог будет исцелять через тебя людей, когда у тебя есть золото и серебро? Понимаете или нет? Прочу сегодня пробовать. Иоанн говорит, нет, у нас золото и серебро. Но что имеем, то во имя Иисуса Христа тебе даем. Взял его за руку, поднял и вышла сила. Понимаете? И сила вышла. Потому что не было золота и серебра. И вот давайте откроем Марк 6 глава. Иисус... Понимаете, мы... Я просто понимаю, что мы многие духовные принципы просто пропустили. Пропустили. Мы как бы вот живем какими-то картинками, но как бы неосознанно, не осознаем как это работает. Понимаете, Иисус работал, Иисус знал как это работает. И Иисус давал ученикам конкретные инструкции, как будет работать. Скажи аминь. Иисус давал эти инструкции, вы сейчас их прочитаете. Марка 6 глава. Сейчас, секунду, секунду, секунду. Седьмого стиха. И призвав двенадцать, начал посылать их по два. И дал им власть над нечистыми духами. И заповедовал им, ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха. Извиняюсь. Хлеба не брать. Ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе. Но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. И сказал им, если где войдете в селение, оставайтесь в нем, доколе не выйдите из того места. Если кто не примет вас... Ладно, я про это не буду читать. Они пошли и проповедили покаяние, изгоняли многих бесов и многих больных, мазали маслом и исцеляли. Понимаете? Почему у них это работало? Леша, что мы вначале видим? Иисус говорит, не берите с собой ничего. Только посох, ни второй одежды, ни меди в поясе, ни хлеба, ни сумы, ничего. Аминь. Чтобы не было ничего, что они могут дать. Для того, чтобы Бог мог высвободить свою силу через то, что Иисус их послал, через сострадание, через милосердие, через желание помочь на самом деле. Через растрату. Сегодняшняя проповедь на самом деле, да, с одной стороны можно сказать, как будто я вас призываю все раздать и так далее. Нет, я не к этому призываю. И не к эскетизму я призываю на самом деле. Я больше призываю вас к тому, чтобы мы научились пользоваться тем естественным, которое у нас есть в наших ситуациях, для того, чтобы делать дело Божье. Понимаете? Потому что, да, когда Иисус посылал этих учеников, это была тренировка, не берите, не берите. Но когда в конце Евангелия Он им говорит, я помните, я вас посылал без сумы, помните, я вас посылал без денег, помните, теперь возьмите все, что есть у вас и теперь идите. Понимаете? Поэтому на самом деле мы должны вот тут вот все на место поставить в своих жизнях и начать действительно жить просто искренне перед Богом, как христиане, которые живут для царства. Да, которые живут для того, чтобы, да, как вот Иисус сказал, чтобы люди, видя ваши добрые дела, прославляли Отца вашего Небесного. Отца вашего Небесного прославляли, видя ваши добрые дела. И поэтому апостол Павел тоже там пишет, чтобы Бог, да, чтобы вы были богаты на всякое доброе дело. Поэтому у многих из нас что-то есть. И мы должны научиться пользоваться тем, что у нас есть. И тогда, когда потом. И если мы в этом созреем, в этом вырастем, да, будем открыты, будем готовы реагировать на нужду, которая есть рядом с нами, искренне, полностью, до конца. Да, потому что, ну, вот есть такой другой перекос. Давать, потому что, ну, вот надо дать сколько-то, и, да, или там, а сколько нужно дать? Нужно дать столько, чтобы нужда была покрыта на самом деле. Вот как милосердный самарянин, он вот помог этому человеку. Просто задумайтесь над этой историей. Написано, вот он, проходя мимо, взял, омыл его, да, подобрал, сжарился над ним, помыл его, раны залечил, посадил на своего осла. Не сам сел на осла, ты говоришь, иди рядом. Ну, не мог идти человек. Посадил на осла, сам шел рядом. Мог бы ехать, но он шел. Привез его в гостиницу. Заплатил за него в гостинице. И мало того, когда сказал, ему дела были, ему нужно было уходить. Он не мог был продолжать быть с ним, но он сказал хозяину гостиницы. Вот еще, вот я заплатил, и если понадобится что-то еще больше, до того, как он восстановится и придет в себя, я приду на обратном пути и заплачу я. Ты сделай, пожалуйста, то, что нужно. Понимаете, комплекс вещей был оказан человеку. Не просто сделал доброе дело и все. Ну, как бы вот, достаточно же, да, для доброго дела. Но он полностью. Понимаете, и вот в этом и заключается для меня суть вообще христианской жизни в последнее время. Потому что мы хотим, чтобы Бог двигался на этой земле, но сами двигаться на этой земле не хотим часто. Мы проходим мимо нужды, которая выпадает перед нами в нашей жизни. Теперь вот об этом можно сказать, что, ну, действительно, если мы вот начнем вот все растрачивать, все, что у нас есть, мы очень быстро растратимся. Да, потому что нужны столько, что у меня прям вот за один день может ничего не остаться, и я даже маленькую часть из этой нужды даже не закрою. Вот, именно поэтому мы тоже смотрим на Иисуса, что, ну, возлюбить ближнего твоего как самого себя. Кто мой ближний? А вот твой ближний тот, кто попался тебе на твоем пути. Вот как, это как раз история была, вот про это сказано. А кто мой ближний-то на самом деле? А вот твой ближний именно тот, кому ты вот в данной ситуации можешь помочь, и кому никто не помогает. Да, вот там же тоже написано было, левит прошел мимо, священник прошел мимо. И тоже такая интересная ситуация, почему они прошли мимо? Да потому что у них нечего было дать тоже, как бы. И, по идее, вот им бы использовать этот принцип, да, что когда у тебя нечего дать, они могли бы ему сказать, во имя Иисуса Христа, встань их, и хадистились. Но у них не было веры в это, да, и у них не было этого откровения. И, ну, у них не было ничего дать в реальности. И, я хотя не знаю, может быть, было. Но я просто знаю, что у самарянина было что-то. Был осел, были деньги, было масло. Может быть, было мало времени, но он все равно это время потратил на человека. Для того, чтобы не просто сделать ради того, чтобы сделать, чтобы тебе галочку поставили на небе. А для того, чтобы реально закрыть нужду. Понимаешь, Лёв, нет? Вот реально закрыть нужду. Вот сколько нужно, столько нужно. Если уж начал я делать, начал я помогать, то я буду помогать этому человеку. Вот я взял на себя хотя бы за этих обязательствах, то я буду их вести, буду, взял там семью, взял там о вдове заботиться, взял о сироте заботиться. И заботюсь, почему? Потому что Бог сказал, почему? Потому что у меня есть, и буду издерживать, буду расточать себя. Потому что у меня есть. И вот этот принцип, он, ну, я говорю, если мы поймем этот принцип, если мы свои сердца, которые на самом деле очень сильно окаменены, как у учеников. Вот они станут мягкими, атмосфера изменится, атмосфера вокруг изменится, Бог начнет двигаться. Понимаете, мы не даем сами Богу двигаться, пока свое не вкладываем в Его Царство. Понимаете или нет? Пока мы свое не вкладываем в дело Его, как Он будет высвобождать свое через нас? Пока мы естественное не используем для Его Царства. Как будет приходить сверхъестественное? Поэтому Иисус послал учеников, вы говорите, не берите с собой ничего. У вас не должно быть ничего, кроме желания проповедовать, служить Богу. И кроме вот этого понимания, что я вас послал, что я вас послал, вы мои ученики, я вас послал покрывать нужду. И тогда, когда все, не было ничего, Бог высвобождал. Это очень важный принцип, на самом деле, когда Бог, ну, вот в этих ситуациях, которые безвыходные, да, в которых нечего высвободить, Он высвобождает свою силу. Серебра и золота нет у меня, но что я имею, то даю тебе, по имени Иисуса Христа встань и ходить. Но пока у меня есть золото и серебро, я должен дать золото и серебро, Он просит золото и серебро. Поэтому, вот, очень такой важный момент, который мы должны здесь понять. Ведь Иисус, Он Сам, вот, понимаете, жизнь Иисуса нам это показывает. Потому что, когда один человек однажды Ему говорит, я пойду за тобой, куда ты пойдешь? Иисус говорит, за мной пойдешь? А ты знаешь, что, Сыну Человеческому негде голову преклонить. Лисицы норы имеют, птицы гнезда имеют, а Сыну Человеческому негде преклонить голову. И Иисус так жил. Для чего Он так жил? Мы теперь можем, вот, через эту проповедь мы теперь можем понять, для чего Иисус так жил. Для того, чтобы как можно больше высвободить силы Божьи для людей. Понимаете? Для этого Иисус так жил. Понимаете? Тогда, вот, если мы это поймем, этот принцип, да, почему мы иногда должны жить так, то нам станет легче. Потому что, когда мы смотрим на аскетизм, да, или на вот это вот, как бы, да, направление, не пользоваться этим миром, не жить в мире, а вот там, жить в нужде и так далее. Только, вот, ради какой-то собственной духовности, то это не тот мотив. Понимаете или нет? Ты, Лёх, понимаешь, про что я сейчас говорю? Что настоящий мотив, чтобы не иметь в этой жизни, ну, своих вещей, это для того, чтобы Бог через свою жизнь мог насвобождать его вещи. Аминь скажи. Понимаете или нет? Хочешь в освобождение силы Божьей через тебя в жизнь других, не имей серебро и золото. Но не только это. Да? Мы должны действительно служить Богу, действительно должны работать, действительно должны, ну, много вещей делать. Но, в первую очередь, почему, поэтому Иисус вот этому молодому богачу то же самое говорит. Хочешь быть совершенным? Пойди продай все, раздай нищим, и тогда следуй за мной. Аминь. И тогда следуй за мной, тогда ты почувствуешь вот это истекание силы Божьей в твоей жизни. Поэтому, я еще раз хочу сказать, что я сегодня не проповедую вас, призывать вас жить в аскетизм. Я призываю вас делиться тем, что у вас есть. Для нужд тех, которые Бог посылает вам на вашем пути. Не для всех подряд вот это вот сейчас модно там. Я говорю, люди вот, ну, все как-то вот пытаются чуть переначить там. Ну, да, кормить голодных хорошо, да, хорошо ходить в больницы, проповедовать там Евангелие. Но часто мы вот это вот все делаем, а те, которые рядом с нами, которые Бог вот прям показывает нам, открывают нужду. И мы можем потратиться и восполнить эту нужду, но мы там не реагируем. Больше того, люди сейчас любят собачить, кошечек, туда свои деньги там инвестируют. Вот просто вот я недавно видел, как человек заботился о собаке, смотрел тут у нас по телевизору Animal Planet, переживал за животных, которых держат в неволе. И прям вот очень сильно огрызался на людей, которые хоть как-то причиняют какой-то вред животным. Но я слышал, как он разговаривает с собственной матерью потом, и это не лезо ни в какие рамки. Понимаете? То есть вы понимаете, про что я говорю? Правильно или нет? Люди иногда вот здесь, но на настоящую нужду на то, где мы действительно должны быть христианами. Мы там не христиане часто. Мы укрываемся от единокровного, да? У нас просят взаймы, и нам легко сказать, что у нас нет. А Иисус сказал, взаймы просят, давайте, давайте, это заповедь Божия, давайте, есть у тебя взаймы, давай. Но проще жить по вот этому времени, по вот этому миру, по вот этому веку, сказать, что все обманывают, всем нужны деньги. Но Иисус говорит, просят взаймы, давайте, мало того, не просто давайте, а даже если дали, еще не ждите назад. Поэтому, я сегодня о естественном, я сегодня больше о естественном, если вы хотите сверхъестественное, да, то сначала научитесь отдавать свое естественное, отдавать свое, научитесь просто вот этому принципу, как это отдавать, для того, чтобы Бог через вас смог тоже вот это вот отдать. Потому что по-настоящему исцелить человека или воскресить человека, это отдать. Вспомните, как воскрешали в Ветхом Завете и даже в Новом Завете. По-моему, так воскрешал Елисей, так воскрешал Павел. Когда человек был мертвый, что он сделал? Он лег на него. Он лег на него полностью, дыханием, рот, рот и лежал на нем, пока человек не задышал, пока человек не воскрешал. Это о чем говорится? Это о том, что человек так хочет помочь другому человеку, что он готов часть своей жизни, чтобы перешла в этого человека. Понимаете? Так можно поступать только, когда ты живешь по-настоящему так. Когда ты действительно знаешь, что это такое отдать часть твоей жизни. Отдать естественное сначала, в первую очередь. А когда уже естественного здесь не может помочь, то тогда я просто готов отдавать часть жизни своей другому человеку, и человек может воскреснуть. Аминь? Понимаете теперь, что такое воскрешение вообще? И как это по сути работает? Что это не шумное собрание устроить, а туда мертвого человека принести. На самом деле воскрешение это очень серьезная вещь, и их было немного. Но это очень сильный выход Божьей силы через человека, из человека. И он происходит по определенным принципам. И вот просто по Новому Зайту почти все воскрешения, они имеют определенный контекст. Иисус и воскрешение дочери Иаира. Как произошло? Она болела на самом деле, она еще не умерла. Пришел Иаир, упал на колени, исцели, Иисус пошел. И они уже шли. То есть уже процесс был запущен, Иисус уже был в это включен. И пока вот эта вдова как раз там прикоснулась, приходят люди и говорят, не тревожь учитель, а дочь умерла уже. Все. Иисус услышал эти слова и говорит, не бойся, только веруй. То есть вот здесь вот тоже такой контекст, что раз Иисус начал делать дело, значит Иисус доделает. То есть сам Иисус, он идет сознательно на то, что сейчас будет воскрешение, что уже не исцеление требуется. До этого у него все время были только исцеления. Это его самое первое воскрешение. Сам Иисус. Ему тоже нужно еще, ну, вот. Да, всем кажется, что Иисус это такой мегакомпьютер, который все-все время обо всем знал. Но Иисус тоже двигался, вот он как человек, понимаете, он тоже двигался по воле Божьей. Он говорит, что мне Отец дает, то я и исцеляю, то я и воскрешаю. Вот что ко мне приходит. И он через эту ситуацию, на мой взгляд, понимает, что сейчас будет воскрешение. Почему? Потому что этот человек уже обратился к Иисусу. Иисус сказал, да. Но в процессе произошло, пока шли, сделалось еще хуже. И тогда Иисус как бы не останавливается, а ну все, что, умерла. Он говорит, не бойся, только веруй. Не переставай надеяться, потому что все, ты уже рядом. И все, этот человек идет, и девушка воскресает. Второй случай, когда Иисус делает воскрешение. Это сын вдовы в городе Найм. Иисус со своими учениками входит в город. В это время из города выносят, написано, сына вдовы. Да? Вот вы представляете, да? То есть Иисус, Он знает, кто Он. Сын Божий. Свет, жизнь, любовь, мир. Он приходит в город и как будто бы немного не успевает. Да? А из города уже выносят, да? Или с одной стороны, как раз приходят в то время, когда, может быть, еще можно сделать что-то. И у него, он узнает, что это написано, сын вдовы. Все, вдове вообще не на кого больше надеяться. Единственный сын вдовы. И тут умирает. Понимаете? И вот это вот, то, что, да, то, что мы о чем сегодня разговаривали, что у Иисуса не было ничего своего, кроме одного желания исполнять волю Божью. Быть Вадимым Духом, для того, чтобы делать дела, которые сам Отец ему показывает. И он через это понимает, что хочет Отец. Что ситуацию еще можно исправить, что его еще не похоронили. Что Иисус входит, а там выходит. И тогда Иисус прикасается к этому человеку, и человек воскресает. Понимаете или нет? Что это не просто вот, ну, пришел в морг и давай молиться за всех подряд. А это вот Иисус, он понял, что вот эту ситуацию можно исправить, потому что это сын вдовы, потому что он ей нужен. Потому что это единственный сын, который будет заботиться об этой женщине. Что эта ситуация не от Бога на самом деле. Понимаете? Что тот парень, который умер, он не от Бога умер. Что это враг делает. И тогда Иисус берет и меняет эту ситуацию. Понимаете или нет? Потому что для того, чтобы действительно воскрешать и исцелять делать какие-то чудеса, нужно быть уверенным от того, как бы, ситуация. Ну, понять, что от Бога или не от Бога, да? Потому что, ну, есть некоторые, которых Бог забрал. Понимаете? Как мы? Да, Бог забрал, действительно, все. Не любая, как бы, смерть, она, ну, нужна вот воскрешение. Понимаете? Апостолы не стали воскресать. Иаков, которому голову отрубили, не стал воскресать. Стефана, которого побили камняли, не стал воскресать. То есть мы видим, что Бога не входит вот всех вот подряд, лишь бы воскресить. Поэтому и нужно вот понять через все эти ситуации, что ситуация здесь нелогична. Она здесь не от Бога. И на нее можно повлиять. И тогда он молится, и человек воскресает. Еще одна ситуация. Тоже Иисус воскрешение. С Лазарем. Ему говорят, Лазарь заболел. Тебя там не было. И Иисус тоже, опять же, да, вот я так тоже размышлял. Иисус находится далеко оттуда. И он понимает, что так ситуация произошла, что Лазарь заболел, когда Иисуса там не было. Значит, он через эту ситуацию понимает, он даже ученикам своим говорит, Лазарь уснул, а мы пойдем его разбудим. Почему? Потому что Лазарь друг Иисуса. А тот, кто друг Иисуса, он не может просто так умереть. Это, ну, Иисус говорит, вот тот живет и верует в Меня. Потому что я есть в воскресении, и Он это все объясняет. И не могло произойти, как бы, для него это, ну, если ситуация произошла, и Лазарь заболел, когда Иисуса там не было, то, значит, Бог через это хочет явить большую славу, чем просто исцелить Лазаря, когда Иисус бы вовремя пришел и просто исцелил. Потому что исцеление, это была уже нормальная практика жизни Иисуса. Он исцелял всех. Но воскрешал еще не всех. Но Иисус здесь понимает, и поэтому... Понимаете, про что говорю? Нет? Вот эта вот логика, кого воскрешать, когда воскрешать, когда высвобождать эту силу, за что молиться, за что не молиться. То же самое мы видим у учеников. Петр и воскрешение дурки. Женщины. Написано, за Петром послали. Петр был недалеко, за Петром послали. Умер на женщину, которую так все любили, которая шила всем рубашки бесплатно. Женщина-благотворительница, которая вот, ну, вот она так была. Полезна. Там, где она жила. Что вот люди просто вот не смогли принять эту смерть. Они послали за Петром, не понимая даже до конца. И понимаете, Петру тоже вот, что делать-то? Понимаете? Что делать в этой ситуации? И вот через эту ситуацию Петр тоже понимает, что вот в этой ситуации нужно молиться за воскрешение. Потому что эту ситуацию можно изменить только воскрешением. Тут уже исцеление мне поможешь. И он идет, и, ну, раз прислали, раз она так полезна, значит, воля Божья в том, чтобы сейчас воскрешать этого человека. И он воскрешает. Также про Евтиха, на которого мы уже говорили, Павел, на которого Павел лег, да? Когда Павел, написано, в комнате было много светильников, Павел проповедовал всю ночь практически. И написано, один парень сидел там на подоконнике и уснул, и вывалился, и умер. И тоже вот такая ситуация. Принять эту ситуацию, ну как так? Сам Павел, апостол, который пришел в город, у него столько много слова, он проповедует, проповедует. Написано, горница была полна светильников, это тоже имеет духовный контекст. И вдруг вот происходит такая печаль. Мертвый парень умер на собрании, который от Бога на собрании умер. И Павел не мирится с этой ситуацией, он говорит, я вдыхаю у него часть себя, я отдаю, я служу Богу. И если я служу Богу, я не могу ничего в этой ситуации сделать естественного, тогда Бог будет делать сверхъестественного. Аминь. Понимаете, я достаточно объясню, чтобы мы поняли, что такое вообще исцеление, воскрешение, освобождение Божьей силы. Это когда у нас нет своего, и когда Бог сверхъестественно дает свое через это все. А не просто игрушечки, а не просто давай будем молиться за это или за то, или еще что-то. И мы видим, эти случаи достаточно редкие, но эти случаи все, вот они имеют какой-то определенный контекст для того, чтобы человек, который это делал, он имел вот внутри себя это убеждение, что вот это воля Божья. Это то, что Отец сейчас хочет от меня. Понимаете, как Иисус, сын вдовы, в гробу выезжает навстречу, Иисус, жизнь. Река жизни входит в город, а из города выносят сыны вдовы. Иисус говорит, нет, не будет, потому что Бог сказал помогать сиротам и вдовам. И Бог помогает, и Бог покрывает это. Вот, тогда хотим, чтобы Бог двигался через нас, должны двигаться всем, что есть у нас. Будем научиться двигаться всем, что есть у нас. В нашей жизни будут происходить ситуации, когда Бог будет двигаться тогда, когда у нас не будет чего-то, чтобы ответить. Но если мы живем так, что мы действительно готовы растрачиваться, да, на нужду, ту, которую Бог приводит к нам, да, ближнего, то Бог будет высвобождать свою силу. Аминь. Давайте мы еще прочитаем Исаия, 58-ю главу. Это про пост. Это как раз вот все о том, о чем я сегодня поговорю. Что такое настоящий пост перед Богом. Поэтому сейчас очень, ну, я не знаю, модно это, или просто тенденция времени такого, что церкви там, они как-то объединяются, идут в пост, призывают Бога там и так далее. Но как мы живем в реальности? Как мы живем? И прямо будет нужно сначала. Я со второго стиха. А, это первое. Взывай громко, не удерживайся. Возвысь голос твой, подобно трубе, и укажи народу моему на беззаконие его, и думаю, Аковлеву, на грехи его. Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий правильно и не оставляющий законов Бога своего. Они упрошают меня сюда вправду, желают приближения к Богу. Представляете, вот ситуация. Действительно, это хорошие стихи. Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои. Вот этот стих можно было бы вставить вообще в какую-то хорошую проповедь про народ Божий, который каждый день ищет его и хочет знать пути Бога. Как бы народ, поступающий правильно. Вот если бы не было слов «как бы» и не оставляющий законы Бога своего. То есть мы видим, что вот это вот, да, взывание и так далее, оно не так Бога трогает, как то, что мы дальше там прочитаем. Они упрошают у меня сюда вправду, желают в приближении к Богу. Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь. Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот вы постите для ссор и расприй, для того, чтобы дерзкую рукой бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос у вас был услышан на высоте. Таков ли тот пост, который я избрал, день, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник и подстилает под себя рубище и пепел? Это ли назовешь? Это ли назовешь постом и днем угодным Господу? Вот пост, который я избрал. Вот это вот тоже очень вещь такая, от единокровного твоего не укрывайся. Мне вот это вот слово укрывайся, оно очень сильно трогало, оно действительно сильно, сильно объясняет вообще часто нашу жизнь, как мы живем. У нас есть желание так укрыться немножко от единокровного, от нужды ближнего. Есть нужда, ну ладно, как-нибудь там сами разберутся. Или даже может быть там, ну что там, тыщенку подбросим, да, грубо говоря, для совести. Но это не решение часто проблем, понимаете? Вот понимаете, вот и живем в таком сердце, и хотим, чтобы Бог что-то делал, что-то двигался. Понимаете, от единокровного укрываться. Не заметить нужды. Просто вот не обратить внимания, как будто нету. Ну и действительно, так много нужды, ну кому сейчас легко? Всем сейчас тяжело. Всем тяжело, всем трудно. И действительно, нам действительно трудно, и так далее. Но нам больше трудно из-за того, что мы что-то вот очень много хотим, а не имеем. А не имеем, написано, потому что не просим. А если просим, то просим не на добро, а чтобы употребить для собственных вожделений. И так далее, Якова, 4 глава. Разделись голодным хлеб твой, скитающийся бедных, веди в дом, когда увидишь ногу в одене, и у этой единокровности у него не открывается. И Библия нам говорит, вот пост, который я избрал. Вы понимаете, что на самом деле, вот, поэтому вот, если кто действительно желает следовать за Богом, вы уже положите себе вот эту Исайя, 58 главу, в свое сердце. Чтобы вот, когда ты услышал слово пост, и когда тебе скажут, давай поститься, вспомни, что такое пост настоящий. Что пост, это взять от себя и дать тому, у кого есть нужда. И не тогда, когда тебе это удобно, а тогда, когда вот есть нужда на самом деле. Не тогда, когда у тебя появилось настроение, желание, «О, у меня сейчас много, хочу что-то дать». А когда есть, когда вот действительно, может быть, Бог будет испытывать тебя, да, ты как самарянин будешь проходить, человек будет лежать, а у тебя времени нет, у тебя дела, у тебя сделка там какая-то, у тебя бизнес там какой-то. Но этот человек берет и делает все, что нужно для этого человека до упора, потом уходит и занимается своим бизнесом. И ничего с ним не случается. Вы понимаете, что Бог не приведет в нашу жизнь тех, ну, чтобы мы не, ну, как бы, не имели что дать на самом деле. Поэтому мы должны здесь научиться. Поэтому Иисус ученикам своим, когда вот эти вот тысячи людей, да, мы все над этими чудесами, я когда-то Бога спросил, Бог, что в этом чуде, когда Иисус накормил пять тысяч, четыре тысячи? Что ты хочешь сказать? Потому что Иисус однажды даже ученикам, про учеников там написано так, что они не вразумелись чудами над хлебами. Они там плыли после этого, и написано, они не вразумелись чудами над хлебами, потому что сердца их были окаменены. И, то есть, понимаете, ученики хоть в чуде в этом участвовали, да, но они не поняли, что это произошло, как Иисус это сделал, через что Иисус это сделал. Но там есть очень хороший момент, когда Иисус их спрашивает, что есть у вас? Когда ученики говорят, отпусти их, пусть купят себе там еды, а Иисус говорит, а у вас что есть? Ну, у нас вот пять хлебов и две рыбки, принесите это ко мне. И потом помолился и говорит, а теперь раздавайте. И вот в этом, то есть, что здесь было-то по сути, то есть ученики и то, что было ихнее, естественное, отдали сначала. И потом произошло это сверхъестественное, потому что нужды было много, и Бог начал высвобождать свою силу, для того, чтобы покрыть нужду. Но сначала ученики отдали свое естественное в руки Божьей. Аминь. Понимаете, про что? Понимаете, про что это чудо? Понимаете или нет? Вот пост, который я избрал, разреши оковы неправды, развяжи узы ерма и угнетенных отпусти на свободу и расторни всякое ермо. Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом. Когда увидишь нагово, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твой да пойдет перед тобой, и слава Господне будет сопровождать тебя. Понимаете, вот когда мы сделаем свою часть, слава Господне откроется, свет Господне откроется. А если мы свою часть не делаем, то получается это лицемерие. Мы хотим легким путем заставить Бога, упросить Бога, умолить Бога, чтобы Бог двигался, а сами в этом участвовать совершенно не хотим. Понимаете или нет? Тогда ты воззовешь, и Господь услышит. Воззаперешь, и Он скажет, вот я, когда ты удалишь из среды твоей ермо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительно, и отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца, тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет, как в полдень. И будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будут уточнять кости твои, и ты будешь, как напоенный водой усатый, как источник, которого воды никогда не иссягнут. И застроиться потомками твоими пустыни вековые, ты восстановишь основание многих поколений, и будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения. Аминь. Не буду больше ничего говорить, я думаю, достаточно понятно, да? Яснее становится, да? Яснее становится. Я надеюсь, чтобы вы понимали, чтобы вы, когда у вас будет желание там, или дают за это молиться, или за того молиться, или тут, вы смотрите в свое сердце. До этого вы участвовали в том, к чему Бог вас призывал, в том естественном, для того, чтобы иметь право, чтобы пришло это сверхъестественное от Бога. Аминь. Я помолюсь, Отец. Отец.